Здесь свитер. Ну, очень неплохо. Любимый, кто тебя одевает? Моя любимая женщина. Ну, прожить что-нибудь скажи мне. Хорошо, нормально. Мои, конечно, лучше. Мои 37 евро стоили. Твои сколько? Ну, со скидкой они стоят 120. Стоит 2. Это очень дорого. Вот эти дороже. 126, а более 119. Вот, нужно брать за 32. Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня я поехала в Паду. И, на самом деле, я очень и очень планировала поснимать. Думала, что отсниму много хорошего классного стрит-стайла. Но оказалось очень и очень холодно. Солнце так и не вышло. Поэтому мне пришлось, на самом деле, греться в магазинах. Поэтому сегодня я предлагаю вашему вниманию влог из магазинов, таких как «Дзара», таких как «Манго», таких как, где мы были с мужем. Мы, кстати, покупали, выбирали ему джинсы. Но, в итоге, ни на чем не остановились. Мы были с ней в магазине «Дизель». Именно оттуда стартовало видео. В итоге я потом прошлась. На самом деле, по очень-очень многим магазинам, какие были, туда я и заходила, прежде всего, погреться. Потому что, ну, на самом деле, не рассчитала на мне хлопковый свитер. И было очень-очень холодно. Первый магазин – это магазин нижнего белья. У него очень сложное название. То ли Йошо, то ли Ошо. Не могу произнести правильно и не знаю, как произносить. И я здесь купила себе колготки в точечку. Я много раз говорила, что колготки в точечку. Это, кстати, колготки в маленькие сердечки. Подобные не берите. А вот такие колготки в точечку очень красиво смотрятся. На мой взгляд, это очень-очень секси. Вообще, мне понравились колготки тонкие, неплотные, на женских ногах с приходом весны. И себе я купила. Хотя у меня есть ажурные колготки. Но вот колготок в точечку у меня не было. Себе я купила колготки в точечку. Подобные леггинсы. Много раз обращала на них внимание. На мой взгляд, будут классно смотреться. Самым обычным черным пальто. Ну, либо пальто, которое будет подходить по цвету к вашим леггинсам. Либо, наоборот, леггинсы можно взять фантазийные. Можно взять вот с такими вставками. Тоже очень красиво смотрятся. На стритстайле я часто обращаю внимание. Возможно, вы замечали. Возможно, нет. Что очень многие подаванки носят вот подобные. Даже это не шляпки и не шапочки. С очень красивым узлом сзади. Они очень комплиментарные. И я зашла в магазин и померила. Это наше местное производство. Хозяйка магазина была очень-очень любезной. И в отдельном видео о покупках я расскажу, почему. На мой взгляд, она была так любезна со мной. Что разрешила мне не просто померить, а даже себя заснять. И вот, кстати, юбка, которую я видела совсем недавно на девушке. Она попала в мой стритстайл. Я сказала, что юбку с разрезом спереди очень сложно найти. Посмотрите, эту юбку я нашла в Заре. Итак, я нахожусь в Заре. И в Заре я увидела очень много хороших джинсов. Это джинсы белые, это джинсы классической расцветки. С потертостями, без потертостей. Кстати, обратите внимание, на край очень часто он просто обрезан. Если у вас есть старые джинсы, вы можете обрезать. Я также очень хочу себе, но здесь не было написано, что это браслет на ногу. Мне кажется, это очень секси, очень красиво. У меня никогда не было браслета на ногу. Я обязательно себе этим летом куплю. И нет, наверное, даже весной куплю буду носить. Посмотрите, как красиво завязан платок. Для меня это явилось открытием. Я бы никогда не догадалась при всей моей любви к лентам и к платкам завязать его на бретельку. И посмотрите, на мой взгляд, это прекрасная идея. В Манго, также в Заре, на самом деле в Заре я нахожусь, а также в Страдивариусе я традиционно вижу большое количество очень и очень классной бижутерии. Поэтому бижутерия это то, к чему бы я присмотрела. Себе ничего не покупаю просто потому, что у меня уже всего в избытке. Одежда в Заре меня не впечатляет уже в который раз. Я удивляюсь, как итальянки выходят с пакетами из Зары. Вот мне прямо-таки на самом деле хочется их остановить и просто поинтересоваться, что же они покупают, потому что они все классно одеты. А вот что они покупают для меня на самом деле загадка. Я увидела топ, он мне понравился. Стоит 30 евро. И для 30 евро, мне кажется, он был не очень аккуратно сделан. На рынке за 20 евро подобные я летом точно смогу купить. Традиционно мне нравятся в Заре вот такие летние платья. И это платье тоже мне понравилось. Но у него оказался очень-очень сложный рукав. Эта вещь меня лично украшать не будет. Сложный, очень пышный рукав, очень широкий манжет. И вот эта часть, ее очень много. И ее придется, конечно же, отглаживать, отпарить. Потому что иначе платье выглядит, но очень и очень некрасиво, потому что неаккуратно. Опять же, вижу красивые джинсы. Все стандартно. Край не без оверлога, просто обрезанный. Повторюсь, имеете джинсы старые, обрежьте, будете супер фэшн, супер модный. Черный деним. К нему я имею слабость. И черного денима тоже очень много в Заре. В Заре можно выбрать джинсы любого фасона, опять же, обращая внимание на вот такой просто обрезанный край. Для чего я это делаю? Я думаю, что у меня есть зрители, которые живут в городах, где нет, допустим, Зары, где нет манго. Хотя для многих эти магазины уже привычны. Но я думаю, что, опять же, у меня есть зрители, в городах которых, в населенных пунктах, они смотрят меня из населенных пунктов, где нет подобных магазинов. Обрезайте джинсы, скажите, что купили в Заре. Мне очень понравилась подобная рубашка-куртка. Я очень люблю такой фасон. В Италии он называется бокси. Как вы видите, очень длинный рукав. Я меряю М. Я уже рассказывала, что сочетание деним плюс деним, оно смотрится всегда очень и очень хорошо, красиво и классно. Вы можете взять деним одного цвета, деним разного цвета, как в данном случае. Деним с потертостями и деним без потертостей сочетать. Более того, черный деним и вот такой светло-голубой деним смотрится очень-очень хорошо. И если бы я покупала подобную куртку, подобную куртку-рубашку, я бы носила ее вот таким образом под что-то классическое. Зарядка торчит у меня из провода. Я бы носила ее под, допустим, пальто, эту джинсовую рубашку, либо под шубу. На мой взгляд, очень даже хорошо, красиво. Опять же, по весне позволит не замерзнуть, потому что джинсовая ткань очень плотная. И хочу вам сказать, что очень красиво смотрится с шубой в том числе и с пальто. Вот такой воротник, явный воротник, рубашечный воротник. На самом деле, очень красиво смотрится. Обратите внимание, вот таким образом все это может примерно выглядеть. Учитывайте, что я мерю на платок, у меня там этикетка торчит. Если вы примерите все хорошо и аккуратно, будет смотреться даже лучше. Повторюсь, мерю М, и эта рубашка стоила 30 евро. В который раз я мерю кепочку, кепи, и могу сказать, что очень не идут мне кепи в заре. Это не моя тулья, не моя ширина, не моя плотность. Много раз говорила, что я считаю H&M лучшими по производству подобных головных уборов. И вот такое интересное открытие. Лиловый цвет с голубым. Камера искажает цвет, но очень красивое сочетание. В принципе, мы все знаем, что лиловый и голубой хорошо сочетаются, голубой и бежевый. И вот наглядно я увидела, как это красиво. И обязательно в ближайшее время так оденусь. Мне понравилась эта куртка. Бомбер стоит 40 евро. Единственное, что вот этот оверлок, конечно, смотрится очень и очень неаккуратно. Ну что ж, это витрина H&M. Очень много розового. Я на самом деле пошла в манго погреться. И в манго тоже много розового. И хочу вам рассказать об одной тенденции. Это носить широкие брюки, заправленные вот в такие достаточно все-таки узкие сапоги. Бликует витрина, но это сапоги. И на стрит-стайле я уже вижу подобные компоновки. Красиво все традиционно. Белая футболка, джинсы, бананы подкатанные и черный пиджак. Если вы имеете, носите, будет очень-очень красиво. Розовый, розовый, на самом деле, на мой взгляд, этот цвет, который нам предлагают носить, настоятельно предлагают. Очень красивый костюм я нашла в манго. На самом деле, в манго было очень-очень много розового. Вот такого интенсивного цвета, цвета фуксии. Но и припыленный розовый тоже был. Вблизи я посмотрела на этот пиджак. Он стоит 60 евро, и он очень хорошо сделан. Я не стала смотреть состав, потому что он просто хорошо сделан. И каким бы ни был состав, красивая вещь. И мне очень понравился тренч. Единственное, что я не люблю вот такую застежку. И посмотрите, на витрине этот тренч предлагается нам с другим поясом. А я сама обратила внимание, что если бы купила такой тренч, а он очень хорошо сделан, мне он понравился, я бы носила его без родного пояса. Взяла бы какой-нибудь черный кожаный ремень. Очень много плессированных юбок. Если вы еще не обзавелись плессированной юбкой, хотя бы ее примерьте. Это вещь, которая прекрасно со всем сочетается. Очень и очень легко компонуется. И очень много ментолового цвета. Его обычно сложно найти, если он вам идет. Имейте в виду, что в Страдивариусе есть прекрасные простые свитера ментолового цвета. Ну и также манго я нашла. Но я традиционно отправляюсь в мужской отдел. Я, если одеваюсь в манго, то делаю это только в мужском отделе. Именно там я нахожу самые-самые лучшие вещи для себя. Плюс подрастает Егор. Я на самом деле зашла посмотреть, что же возможно можно уже купить Егору. Нашла вот такую рубашку. Очень красивый цвет и очень хороший состав. Это оказался 100% хлопок. Чего от манго, конечно же, можно ожидать. Размер L и цена 20 евро. При исходной цене в 50 евро. Но на ощупь мне показалось, что это хлопок и небольшое количество сета. Это получается шелк. Потому что очень-очень хорошей выделки был хлопок. Нашла мужскую шляпу. Традиционные шляпы я покупаю в манго в мужском отделе. И вот такие зимние шляпы. Они уже много-много-много лет шерстяные. Это 100% шерсть. Имейте ввиду, что женские шляпы в манго. А также мужские. Именно мужские я рекомендую прикупить. Померить тем, кто ни разу, никогда в жизни не носил шляпы. И хотят внедрить их в свой гардероб. Потому что мужские шляпы, они очень легко внедряются в любой гардероб. И в женский в том числе. Очень красивые нагрудные платки. Недавно обращала внимание, что если у вас есть пиджак. С карманом на груди. Обязательно воспользуйтесь таким мужским аксессуаром. И обращаю ваше внимание на сумки. Очень многие зрители сказали, я на ваш муж как-то странно с сумкой ходят. Посмотрите, даже манго. Почему даже? На самом деле все мужские линейки предлагают в том числе мужские сумки. Мне удивительно, что многих удивила мужская сумка в руках у моего мужа. Вот такой пояс, вот такой ремень. Где дырочки не нужны. Традиционно я покупаю тоже в мужских отделах. Либо заимствую у своего мужа. Просто потому, что это очень-очень удобно. Берите, если надумаете покупать. Очень длинный таким образом, чтобы его можно было красиво заправлять, как сейчас носят. Ну и нашла вот такую классную кепку. Кепку я давно искала. Кепка 100% хлопок. Также я увидела, рекомендую вам присмотреться вот к такой красивой тельняшке. Подобные тельняшки выпускают из года в год Max Mara. Единственное, что разрыв в цене очень-очень большой. Здесь подобная тельняшка стоит 49, будем считать 50 евро. Обычно у Max Mara она стоит около 200. На что также я бы обратила внимание в мужском манго, это конечно же мужские носки. Вот такие фантазийные, а также классические. По осени я записывала видео и говорила, что да, я использую мужские носки. Потому что у них потрясающая выделка. Такие носки можно найти не только в манго, их можно найти также и в магазине, в магазине Пальседония. В женских отделах носочно-чулочные изделия очень часто имеют какие-то розовые горошки, какие-то цветочки, бабочки и так далее. В то время как в мужских отделах можно найти действительно очень красивые полоски, полоски любого цвета. Ну и повторюсь, вот такие носки базовые, простые, из тонкого хлопка, это на самом деле то, что должно быть в женском гардеробе точно. Я уже отправляюсь на выход, но встречаю вот такой прекрасный тренч. Мужской тренч, я меряю его в размере, сейчас покажу, уже забыла. Но, наверное, это была все-таки S. Хотела померить побольше, но не смогла. Было очень долго расстегивать, а мне уже нужно было уходить поскорее, поскорее. И я вам могу сказать, что это потрясающая вещь. Сейчас я уже не помню, сколько она стоила, где-то я засняла. Я не смогла красиво завязать ремень, потому что ремень был, чтобы, видимо, не потерялся, он был таким образом закреплен, что никак это крепление не позволяло мне красиво завязать ремень. Вы знаете, благодаря вот таким традиционным на тренче ремням на рукавах можно заузить рукава и носить таким образом, чтобы рукав не казался длинным ни нам, ни всем, кто на нас смотрит, но потрясающая вещь. Знаете, сидит очень хорошо. У меня был подобный укороченный тренч Gucci. И вот, на самом деле, он сидел примерно так же. Можно носить с ботфортами, конечно же, с белыми кроссовками. В расстегнутом виде прекрасно смотрится. Я показывала, как можно застегивать наоборот. Есть видео на канале, что такие двубортные застежки на пальто, что на тренче. Тем более, очень и очень красивый тренч. Вот у меня просто нет слов в плечах. Он прекрасно сел. И, ну, в общем-то, смотрите сами. За мною я поправляю волосы. На самом деле, от того, что примеряла и шляпу, и что только я не примеряла, волосы мои желают укладки. На самом деле, за мною находится темный стенд с темной одеждой. Поэтому нельзя увидеть силуэт тренча, но я могу сказать, что это 100 баллов из 100. Да, настолько хорошо он сел. Да, вот он стоит 100 евро. Я помню, что я засняла. И размер, если не ошибаюсь, я мерила S. Да, я мерила S размер, хотя хотела примерить M. Поэтому, если вам нужен тренч, обязательно сходите, примерьте в мужской отдел манго. Если мужской отдел манго у вас, если вообще манго в вашем городе есть. И традиционно мужские бомберы очень хорошо садятся. У них нет проблем с плечами. То ли на узкоплечьих мужчин рассчитаны эти бомберы, то ли, я не знаю в чем дело, очень хорошо садятся. Единственное, что бомберы берите с резинкой внизу. Когда бомбер имеет вот такую отделку снизу, не берите. И также обратите внимание на манжет. Не берите, даже не мерите, потому что, ну, будет видно, что велика вам вещь. Если манжет имеет вот тоже, точнее, если рукав имеет вот такой манжет, опять же сумочку вам показывают, только она в другом цвете, хотя камера не передает цвет. Либо, если бомбер имеет вот такую отделку по краю бомбера, по краю изделия, либо по краю рукава, не очень хорошо сядет. Нужно искать вот эту резинку, которая сделана из текстиля. Показываю вам белые балетки, потому что это всегда очень и очень красиво. Ну и вопрос о том, что же я купила себе сегодня, остается открытым. Об этом я запишу отдельное видео. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.